КНР стабилизировала цены на товары первой необходимости. МИД Китая раскритиковал США за правку раздела о Тайване на официальном сайте Госдепартамента. Уникальный город в горах подключили к Южной энергосистеме Китая. Спасатели приходят на помощь пострадавшим от наводнения жителям южных и центральных регионов страны. Фермеры Сыньцзяна получили льготные кредиты от Сельскохозяйственного банка Китая. В провинции Ганьсу стартовали учения по ликвидации последствий землетрясения. Китайские специалисты изучают окаменевший эмбрион гадрозавра. Частная космическая компания Поднебесной успешно провела испытания многоразовой ракеты. Китай предпринял активные действия по обеспечению поставок и стабилизации цен на товары первой необходимости. Благодаря этому два важных экономических показателя – индекс потребительских цен и индекс цен производителей страны – продемонстрировали в апреле положительную динамику. Национальное бюро статистики КНР сообщило, что в апреле стоимость продуктов питания поднялась меньше, чем на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на непродовольственные товары за это время выросли на 0,2% в месячном исчислении. Тот факт, что потребительские цены стабилизировались на относительно низком уровне инфляции – около 2%, в основном объясняется адекватной и тщательной реализацией мер, благодаря которым жители страны были обеспечены товарами первой необходимости – зерном, растительным маслом и овощами. Это придает нам уверенность в том, что цены будут стабильными в течение всего года. Индекс цен производителей страны, который отражает стоимость товаров и сырья для производителей, в апреле вырос на 8% в годовом исчислении. При этом прирост снизился на 0,3% по сравнению с мартом. В 22 из 40 промышленных секторов цены стали расти медленнее, чем в предыдущем месяце, а резкий рост цен наблюдался только в 9, хотя еще в марте таких отраслей было 12. Решение Госдепартамента США изменить описание отношений с Тайванем вызвало резкую критику в Пекине. Американское внешнеполитическое ведомство отредактировало раздел о Тайване на своем сайте. Из него исчезли слова об отказе поддержки тайваньской независимости и признании острова частью Китая. В Вашингтоне пояснили, что правка текста на официальном сайте Госдепа не означает смены политики на китайском направлении. Однако в МИД КНР полагают, что большое начинается с малого, и призывают США придерживаться принципов трех совместных коммунике. Именно они в 70-х и 80-х годах прошлого века заложили основу китайско-американских отношений. В трех совместных коммунике КНР и США Соединенные Штаты приняли официальные обязательства по тайваньскому вопросу и принципу одного Китая. Теперь американская сторона пересмотрела список фактов по американо-тайваньским отношениям. Это маленький шаг по размытию и выхолощиванию принципа одного Китая. Манипуляции тайваньским вопросом и попытки изменить статус-кво в тайваньском проливе накликают беду на их инициаторов. Джао Ли Цзянь также отметил, что государственная политика Китая под названием «одна страна, две системы» общеизвестна мировому сообществу и является нормой международных отношений. Город Дулунзян с уникальной природой и завораживающими пейзажами подключили к южной энергосистеме Китая. Теперь этот населенный пункт сможет привлекать еще больше туристов и быстрее развиваться. Из-за окружающих высоких гор энергоснабжение Дулунзяна долгое время обеспечивалось небольшими гидроэлектростанциями и независимой электросетью с напряжением в 20 кВт. Чтобы решить проблему с электроэнергией, специалисты построили 52-километровую воздушную линию через гору Гао-Лигун, и Дулунзян стал частью крупной энергосистемы. После подключения к большой энергосистеме мощность электроснабжения Дулунзяна увеличилась в 10 раз. Это положило конец изолированной работе электросети и обеспечило долгосрочное развитие сельской промышленности. Теперь независимая энергосистема поселка и крупная энергосистема соединены между собой и образуют структуру двойного энергоснабжения. Даже если произойдет повреждение из-за стихийных бедствий, например, оползней, поселок не обесточится. Поселок Дулунзян в провинции Юннань раньше был одним из наименее развитых регионов Китая. Но с сегодняшним бурным развитием обрабатывающей промышленности и туризма, повышением уровня жизни, подключением электросети полностью удовлетворит потребности среднесрочного и долгосрочного экономического развития этого населенного пункта. Жителям южных и центральных регионов Китая из-за сильных проливных дождей потребовалась помощь спасателей. В провинции Хунань борцы со стихией помогли горожанам нескольких населенных пунктов выбраться из затопленных домов. Их эвакуировали на резиновых лодках в безопасные места. В Янзане 11 человек оказались заблокированными на рынке, где глубина воды достигала почти двух метров. Пожарные совершили три рейса на резиновых лодках и, наконец, вывезли пострадавших с опасной территории. Всего спасатели этого города эвакуировали более 150 человек, которые оказались в ловушке из-за разбушевавшейся стихии. В городе Хэйюань сильнее всего затопило дороги. Многие транспортные средства пришли в негодность и почти затонули. Помощь потребовалась более чем 60 автомобилистам, их пассажирам, а также пассажирам автобусов. Пожарным пришлось бороться и с сильным течением, и с поднимающейся водой. Ожидается, что проливные дожди продлятся еще несколько дней. В связи с этим государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР повысил уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. А Национальный метеорологический центр объявил второй уровень непогоды из четырех и предупредил о сильном дожде. Синьцзяно-Уйгурский автономный район давно стал опытной площадкой для тестирования новейших сельскохозяйственных технологий. Навигационная система Бэйдоу, метеорологические станции последнего поколения и фермерское оборудование с искусственным интеллектом – это реальность, а не далекое будущее. Теперь к развитию агропромышленного комплекса в Синьцзяне присоединился сельскохозяйственный банк Китая. В этом году он выдаст льготные кредиты фермерам и предприятиям на сумму более 4,5 миллиардов юаней. Эти меры поддержки помогут вовремя провести посев хлопка. Мы одобрили выдачу кредитов на сумму 4,6 миллиардов юаней. Средства пойдут на весеннюю спашку и подготовку хлопка к посеву. Из этой суммы 3,5 миллиарда юаней уже использованы по целевому назначению. Мы настаиваем на льготной поддержке сельского хозяйства. Распределение кредитов в этой отрасли является нашим приоритетом. Местная компания по разработке сельскохозяйственных технологий планирует засеять высококачественным хлопком 17 тысяч гектаров. Еще до начала посева они получили от банка целевой кредит на сумму более миллиарда юаней. Благодаря этому кредиту мы завершили передачу земли в работу и предоставили фермерам 550 миллионов юаней на производство. Целевое использование средств позволяет сократить затраты и повысить прибыль с гектара. Банк также помогает агропромышленным предприятиям в закупке материалов и запуске масштабных проектов. К ним относится разработка перспективных сельскохозяйственных угодий, внедрение новых изобретений и улучшение банка семян. В гористых районах провинции Ганьсул начались учения по ликвидации последствий землетрясения. Эксперты смоделировали несколько сценариев развития событий в случае стихийного бедствия. Спасателям и пожарным необходимо отработать каждый из них. Пожар на газопроводе и электростанциях, сошедшие с рельсов грузовые поезда, заблокированные в завалах жители. Вот комбинации чрезвычайных ситуаций, которые отрабатывают спасательные службы страны. При моделировании учитываются особенности горного ландшафта и плохие погодные условия. Цель тренировок не только проверить способности личного состава и слаженность работы разных служб, но и познакомить их с высокотехнологичным оборудованием. Ожидается, что новые разработки помогут спасти больше людей во время землетрясений. Учение организовали Министерство по чрезвычайным ситуациям, штаб-квартира Государственного совета Китая по оказанию помощи жертвам землетрясений и Народное правительство провинции Ганьцу. Дата для учений выбрана совсем не случайно. 12 мая в Китае отмечается День смягчения последствий стихийных бедствий. Эта печальная памятная отметка появилась в календаре 14 лет назад, после землетрясения в провинции Сычуань. Китайские ученые обнаружили эмбрион гадрозавра – крупного травоядного динозавра. Эта находка не первая, но ценность ее в том, что этот эмбрион – наиболее хорошо сохранившийся в мире на сегодняшний день. С 2015 года научно-технический музей провинции Фудзян занимался сортировкой образцов, в ходе которой и обнаружили партию эмбрионов. Яйцо динозавра, в котором находился зародыш, имеет форму эллипсоида. Его длина около 9 сантиметров, а объем около 660 миллилитров. Сам эмбрион занимает примерно 40% яйца. Ученые из Китайского университета геологических наук установили, что возраст кладки от 66 до 72 миллионов лет. Они сделали вывод, что найденный эмбрион принадлежит именно гадрозаврам на основе уникальных характеристик черепа, позвоночника и костей конечностей. Образцы изучали с помощью мультиспиральной компьютерной томографии, синхротронного излучения и других научных методов. Результат произведенного исследования ученые опубликовали в одном из авторитетных международных академических журналах. Окаменелые яйца динозавров находят по всему миру, начиная с 1859 года. В большинстве случаев в целой оставалась только яичная скорлупа, а белок и желток были давно утрачены и заменены минеральным раствором. Но в некоторых древних кладках эмбриональные окаменелости сохранились. Такие находки очень ценные. С их помощью исследователи изучают репродуктивное развитие, поведение, эволюцию и среду обитания динозавров. Новый рекорд в космической отрасли празднует Поднебесный. Частная аэрокосмическая компания Deep Blue Aerospace первой в стране построила многоразовую ракету-носитель, которая успешно поднялась на высоту в один километр. Затем она совершила спуск и вертикальную посадку, приземлившись менее чем в полуметре от места старта. Это испытание является важной вехой в разработке ракеты с возвращаемой первой ступенью. Следующим тестом будет высота в 100 километров. Китайский стартап Deep Blue Aerospace был основан в 2016 году. Компания занимается исследованиями и разработкой многоразовых ракет-носителей, а также предоставляет услуги коммерческих запусков в космос. Китайские инженеры проанализировали, что многоразовые ракеты снижают стоимость запуска до 70%. Также это позволяет увеличить частоту космических стартов. Планируется, что новый возвращаемый аппарат выведет полезный груз на орбиту уже в 2023 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова